Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Далеко не секрет, что выдающийся русский писатель Владимир Владимирович Набоков был неравнодушен к нашей любимой игре. Шахматная тема нередко находила отражение в его произведениях, вспомнить хотя бы знаменитый роман «Защита Лужина». При этом Владимир Владимирович любил не только играть в шахматы, но и составлял шахматные задачи. Набоков неоднократно говорил о родстве вдохновения писателя и шахматного композитора, и сам, по собственному признанию, посвятил составлению шахматных задач чудовищное количество времени. Сегодня, уважаемые зрители, мы с вами разберем одну из самых красивых задач Владимира Набокова, которую сам автор считал не такой уж простой, как кажется на первый взгляд. Задание белое начинают и дают мат в три хода. Сразу скажу, что за неимением большого количества времени, сейчас идет подготовка к новому учебному году, я не решал эту задачу, а сразу врубил движок. И очень об этом пожалел, потому что решение этой задачи невероятно красиво. Поэтому, уважаемые зрители, если у вас сейчас есть возможность, поставьте видео на паузу и постарайтесь самостоятельно решить эту заковыристую задачу великого писателя. Если вы сумеете раскусить этот крепкий орешек, вы получите невероятное наслаждение от самого процесса решения. Но даже если вам не удастся полностью разгадать замысел автора, вы все равно получите больше удовольствия от показанного мной решения, чем если просто сразу же посмотрите его, как это сделал я. Итак, белое начинают и дают мат в три хода. Ставьте видео на паузу и решайте. Ну а теперь раскрываем тайну авторского решения. Конечно, у белых громадный материальный перевес, но поставить мат в три хода возможно лишь единственным способом. Как это и должно быть в корректной шахматной задаче. Конечно, многие из вас подметили, что король и ладья белых находятся на начальных позициях. И по правилу шахматной композиции, первый ход 3-0 здесь возможен. Но он ничего не дает. Потому что после длинной рокировки, черные просто играют А2, далее поставят еще и ферзя с шахом, максимально отдаляя неизбежный мат. Так задачу не решить. Конечно, не решается задача и простым взятием пешки с шахом. Такой банальный ход вряд ли будет первым в решении этой композиции. Действительно, здесь белые при наиболее упорной игре со стороны черных могут поставить мат лишь в пять ходов. Король Б7, ферзя с шесть, отсекая короля. Ну и дальше, после король Б8, ферзь Б6, мат ферзем на С7. Также ничего не дает ход ладья Б1, ограничивающий черного короля. По причине все того же А2. Ферзь Х8, король А7, ферзь Б8 и линейный мат, но в четыре хода. Первый ход решения это ферзь Х7. Кажется, что идея этого хода довольно проста. Белые дальше играют ладья Д1 и ставят мат по восьмой горизонтали. Но это не совсем так. Да, если черные тут сыграют король Б8, один из двух возможных ходов, то белые просто забирают пешку и ставят искомый линейный мат, при этом укладываясь в отведенные три хода. Но что же делать после А2? Если тут забрать пешку, то последует король Б8 и мат следующим ходом не поставишь. К цели ведет очень красивый ход ферзь Б1. Вот таким зигзагообразным маневром белые ограничили черного короля по все той же линии Б, но при этом, связав пешку, сохранили возможность забрать ее ладьей. Черным, конечно, нужно играть король А7, это единственный ход. И ладья бьет А2, линейный мат не по восьмой горизонтали, а по линии А. Вот такая очень интересная и красивая задача. Конечно, тема линейного мата просматривается сразу, но согласитесь, найти вот такой интересный маневр белого ферзя далеко не просто. Конечно, немножко портит впечатление от этой задачи пара технических пешек, которые ограничивают ферзя, находящегося на поле А2. Но, естественно, при таком убойном материальном перевесе белых иначе быть просто не могло. Если эта задача Владимира Набокова вам понравилась, то не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех и, конечно, оставляйте свои отзывы. Удалось ли вам решить задачу знаменитого писателя или все-таки этот орешек оказался слишком крепким для вас? Кстати, шахматное творчество Владимира Набокова далеко не ограничивается этой задачей. Если вы хотите увидеть разборы других задач писателя, то обязательно ставьте лайки. По их количеству я буду понимать, зашла вам эта тема или нет. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok